Православие, если кратко выразиться, это основа жизни человека, основа вечного спасения. Если человек не будет сохранять это православие, то спасение его будет поставлено под сомнением. В чем суть самого православия? Ведь само слово правильно славить, то есть верно прославлять Бога, прославлять, конечно же, не устами и не умозрением, а славить Бога жизнью своей прежде всего. Такой жизнью, которую заповедовал нам Спаситель мир. Жизнь в Духе Христов. При этом необходимо соблюдать всецелые учения Христа Спасителя. Спаситель мира говорил ученикам своим, так да просветите свет ваш при человеке, чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот основа для прославления Господа, для того, чтобы достигнуть вечного спасения. Итак, православное учение, оно впитывает в себя, или вернее содержит в себе полноту учения Христова, которое касается и догматического учения, и жизни во Христе. А основная жизнь во Христе основывается исключительно на кротости и смирении и любви. Господь, призывая людей, благовыми вечной жизни, говорил, придите ко мне все трудающиеся обременения, и я упокою вас. Но при этом необходимо, чтобы человек взял Иго Христова. И научите от меня, я как роток и смирен сердцем, и обряжете или найдете покой душам вашим. Это одно положение. С его стороны Господь сказал, что возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем повышением твоим, и ближнего своего, как самого себя. Так я и подтвердил, что на этих заповедях висят и основывается весь закон и пророков. Таким образом, необходимо соблюдать вечное учение Христа Спасителя, и главное, чтобы это учение, оно воплотилось бы в жизни, в жизни, в настоящей жизни, в делом. Как говорил нам и апостол Иоанн Богослов, что будем любить Бога, не словом, а делом. Дела, дела это прежде всего, как сказано у апостола Иоанн Богослова, вера в изделанную тварь. Поэтому, соблюдая истины догматические в жизни, необходимо, чтобы они воплощались в жизни. Мы видим на примерах и первых христиан, и последующих веков, как они по-настоящему старались выполнить эту заповедь Христом, жизнь во Христе. Сохраняли они и догматическое учение, и так шло развитие правильное, и шло развитие христианской жизни. Но наступили времена, когда в это учение и догматическое, и жизненное учение, практическое, стали внедряться или вливаться неправильности, неправильности, скажения. И в саму догматическую учение, и в саму христианскую жизнь. Поэтому Господь, основав совершивший искупление человеческого рода, Он для продолжения спасения человека, основал Церковь Свою Святую, который сказал, создам Церковь мою, и врага Адам не довеет и я. И в эту Церковь Господь влевал все необходимое для спасения и для жизни во Христе, и здесь, и в жизни будущего века. Поэтому вот это нужно было соблюдать всем членам, которые вошли через веру, через покаяние, через крещение, вошли в организм Церковь, они должны были соблюдать все это в жизни своей, чтобы пребывать в этих недрах Церковных и получать оживотворение своего духовного организма. Естественно, проходило время, и отдельные члены Церкви, они стали уносить искажения. Поэтому Церковь, как столб и утверждение истины, эти искажения и лиц, которые не приносили покаяния, не справлялись, она их как бы отсекала изнутри себя, вытесняла совершенно. Так появились теоретические и сектантские общества. Окончательно православие, как таковое, стало уже с IV века, когда Церкви предоставлена была свобода, и Церковь из критоков вышла поверхность земли. И стали строиться христианские храмы, и верующие свободно стали исповедовать свое учение. Но враг хоть не спал, не дремал, появились, он нашел лиц, которые восприняли его, то есть дьявольское мышление. И таким образом появились так называемые гереси. Первая гереса – это была арианствующая. Так вот, чтобы мне много особенно не утверждать, и зрители, и слушатели, я скажу откровенно, что православие – это учение, не искаженное Христовым. Вот это учение. И поэтому нужно его сохранять. И православие является основой жизни и для личного спасения, и для семейного созидания, и для общественной жизни, и для созидания государства. И это мы особенно видим, когда наша Русь приняла святое крещение в дни великого князя Владимира Киевского в 988 году. Тогда мы это особенно видим в значении самого православия. Ведь прежде чем принять вообще православие или веру христианскую, к Владимиру приходили лица, которые предлагали свое учение. Приходили католики, приходили и магометане, приходили и иудеи, и, может, возможно, и другие исповедующие какие-то, может, и восточные религии. Но святый благоверный князь Владимир разумно подошел к принятию веры. Он подошел не с точки зрения политического взгляда и положения, нет, а с точки зрения истины, которая бы давала человеку и личное творение, и в то же время созидательную силу для семейства, для общества и для государства. И вот он благодатью Божию воспринял тогда православие от греческой православной церкви. Таким образом, православие как-то залегло в основу жизни русского человека. И надо сказать, что здесь действовал особый промысел Божий. Потому что другие народности, они в какой-то степени стали ослабеваться или запускать ослабление в чистоте православия. Поэтому Господь избрал русского человека, или Русь святую, как особо богоизбранный народ, могущий в свое сердце, в свою душу впитать вот эту духовность, которая содержала церковь, и которая воспитывала человека в святости и духовности. И как подтверждение всему этому, свидетельствует многочисленные примеры сама жизнь русского государства или России. В самом же начале принятия христианства мы видим, что в скорости же из недр церковных, из того же общества, которое некогда поклонялось идолам, появились люди святые, подвижники благочестия. Скажем, появился преподобный Антоний Великий, Бекил Печерский, Антоний, который в своей жизни, монашеской жизни, а лучше рассказать, настоящей христианской жизнью, он показал величайший пример жизни во Христе. И имея внутри себя духотворение, он этой духовностью привлек и многих людей, которые тоже возжелали или возымели внутреннюю жажду быть тоже духовными. И он принимал, пришел и Феодосий, пришли и другие, даже князья приходили в эту обитие и духовно совершенствовались. И по мере жизни, по мере возрастания церкви русской, по мере этого увеличилось и подвижничество, увеличилась и духовность русского народа. И вот это православие, воспринятое князем Владимиром, оно стало постепенно, но убежденно и твердо привлекать к святости русский народ. Стало христианство распространяться и на север, и на юг, и затем на восток. И что характерно, когда Русь подпала татаро-монгольскому иглу, когда очень большую роль сыграла, несомненно, русская православная церковь и ее подвижники. И в частности, великий подвижник русской земли преподобный церкви Радонежский. Это была особая личность, избранная непосредственно самим Богом. Конечно, от благочестивых родителей Кирилла Марии, которых причислила святая церковь тоже к лицу святых. Нужен был такой человек. Для чего? Для того, чтобы и возродить в недрах русского общества подвижников благочения, дальше сохранить между собою русские, россияне между собою, чтобы они не растворились в этом магометанстве и не исчезли окончательно. Таким образом, русская православная церковь была из-за того, что созидательной силы. И она созидала. Объединяла княжества, разрозненные и вражевавшие между собою. И затем привела к тому, что от того, что княжества соединялись, и объединившись, создали великое русское государство, которое набирало свою мощь и противостояло нападке у врагов, наплеменникам, идущие с стороны, особенно с запада. Да, и в то же время и с востоком. И затем начали распространяться на восток в основном. И через подвижничество иноческое, и через то, что освободительные войны, которые освобождали русский народ от пропащения, скажем, тем самым богом ступу татар. Таким образом, главным образом, конечно же, утверждалась вот эта вера и святость посредством поселения подвижников благочестия, которые основывали монастыри и сами готовились и готовили к великому деланию иноков, которые потом усовершенствовались, переходили в другие места и создавали в Новопитии. Если посмотреть нам на карту, то мы увидим, как монастыри окружили фактически всю Россию. Как бы некий такой духовный оград. Но поскольку монастыри, монастырская жизнь была очень высокой, поэтому люди приходили в эти монастыри и соприкасаясь жизни иноков, которые показывают великий пример, жизни во Христе, они сами получали вот это духовное, не только что вовлетворение, но и силу, помогающую им бороться по вскорбям, и невзгодах, приходящих, конечно, в меру. Таким образом, Русь, окруженная святостью, она впитывала в себя эту святость. И особенно мы видим большое значение в Обтинской пустыне. Старцев Обтинских, начиная от старца Льва или Леонида, и кончая уже последними старцами, вот Амросием, которого русская церковь причислил к липу святых, это была обитель, которая впитала в себе все древнее, это монашеский дух. Это породило старшество, которое давало возможность для людей приходить к ним, к этим старцам, и получать духовные советы и исцеление своим душам. И мы должны отметить, что к этим старцам приходили не просто так вот народ простой, из христиан, нет, приходили и люди, которые владели и пером, то есть и писатели, и графы, ну и другое высокое общество, и богословы, философы приходили к ним. Вот эти, кажется, на вид простые иноки, которые фактически, ну некоторые, конечно, оканчивали семинарии, даже преподаватели, академию окончали, как сам сказал Майл Амроси, полностью он не кончил, учебное заведение духовное, но тем не менее, получали образование. Да. Ну, все-таки они не были такими, как бы с учеными, что ли, людьми, по нашему, то есть, мирскому понятию. Но тем не менее, их, вот этот недостаток, мирского знания, восполнялся больше, то есть духовным знанием. Они могли проникать вовнутрь, в сердце и ум человека, знать его психологию, психологию самого греха и давать на соответствующие советы, которыми врачевалась душа человека. Православие, оно сыграло большую роль, конечно же, и предреволюционного времени, потому что породило, опять-таки, много подвижников Богочеста, среди которых сияет на небосводе это великий подвижник русской нашей земли Иоанн, отец Иоанн Кронштадтский. Блаженная Ксения была раньше еще подвижницей в 18 веке. А здесь, значит, вот это просветы и правила Иоанн Кронштадтский. Ну, кроме того, значит, православие, она подготовила людей, я бы сказал, к испытанию, которое великой волной уже было направлено на само православие. Православие снова породило или восстановило патриаршество, и, наконец, как бы, вошедшие в сердца людей даваем крепость и мужество противостоять нравственно и морально тем дьявольским силам, которые вылились на нашу русскую землю с момента Октябрьской революции 1917 года. И когда началось испытание, причем испытание очень тяжелое испытание и для народа, и для русской православной церкви, здесь православие тоже сыграло большое значение, потому что, во-первых, оно предохранило людей в заблуждении, многие заблуждения, потому что появлялись, скажем, вновленческий расход, который пытался вообще не извергнуть все православие, исказить окончательно и божественную сущность не изверсти просто, кажется, в разряд мирского обычая. Что характерно, обновленческие, они считали даже коммунистическую мораль, чуть ли не выше морали христианской. И вот все это, причем обновленческое, оно и находилось под непосредственным покровом государства аутентического. Поэтому и бороться с ним было очень трудно, не идеологически, да, потому что мы могли, то есть православие могло противостоять этому движению исключительно идейно, идеологией и своей верой. А обновленцы, они применяли чисто физические силы. Поэтому борцы за чистоту православия, борцы против обновленчества обычно оканчивали свою деятельность тем, что их обвиняли в контрреволюции и сували лагеря, в частности от лагеря Соловецкие. И потом в другие лагеря сюда на восток, в Сибирь, и тогда конечно много погибло людей. Так вот православие дало возможность людям все-таки среди тьмы безбожия крепиться, утверждаться и приготовленным быть мучениками. И вот эти мученики, они появились начиная с 1918-18 года. мученики, и затем последующие времена, когда с особой силой стал враг новым мученикам, конечно, на крещественных очень много людей, их миллионы, наверное, сказать. Православие, оставшееся здесь, на Руси, ибо отдельно лиц, епископы и люди простые, не выдержав вот этих испытаний, они медлилили на Запад. А вот сама русская православная цель, оставшаяся на Руси, оказавшись в таких сложных, очень сложных обстоятельствах, дьявольские обстоятельства, имела особую миссию, чтобы среди этой мглы не давать людям окончательно прийти в полнейшую упадок в моральных своих сил. И оно, то есть оно православие объединяло людей. И если, скажем, иерархию, епископы, священники были созданы в лагеря далекие, где они и погибали, то православный народ, имеющий внутри себя целеную веру, он поддерживал это православие между собою и донесло его до того момента, когда воля Божия, промыслом Божия, угасавшийся огонек вновь принял вид пламени и снова на поверхности земли появились храмы. Стали открываться храмы эти вот со временем Отечественной войны с 1943 года, когда было сонно много твяшества и власть пришла к такой мысли, что необходимо для облегчения горечи народной открыть храм, где бы не могли излить свои эти горечи. И действительно храмы открывались, и люди тысячами-тысячами шли дорогой в ведущий храм и получали утешение не только физическое, но и главным образом душевное. Появились подвижники, которые способны приводить людей тоже к святости. Лично я, по скажем, тоже был приобщен к вере в эти годы, когда я встретился с простыми людьми, инокинями, которые в свое время решили монастырем, а потом были изнаны из монастыря, но и вот мне пришлось познакомиться с простой инокиней по имени Матери Вроди. Это была высокая подвижница, простая, смиренная, не имеющая ни то ли, ни какого гордости. И вот от нее, от нее шел вот этот благодатный дух, мое сердце, мой Бог, ну а затем соприкосновение или общение приближения к епископу Мануилу, который в это время был назначен в городе Тараринбоха, или Чкалов тогда назывался. И так православие вновь сообщило людям и простым людям, и священникам, и епископам свою благодатную силу, и люди, приобщившись к этой силе, жили по-христиански, объединяясь между собою и делая, делая дела милосердия, дела любви. Но наступило испытание для того же самого православия, когда враг подошел совершенно с другой стороны. Если тогда было физическое уничтожение, начиная с 17-го года и последующие годы, до 37-го года, скажут, а то последствия было применено уже на такое моральное давление. Когда вроде бы свободно, и закон говорил о свободе, совести, о свободном управлении своих религиозных обязанностей, тем не менее тайные предписания органов особо, назовем именем КГБ, которые предписывали ограничения. Но и КГБ, и и политработики, и все прочее, они тоже сходу везде нас расставляли своих людей, говорили, это дело, это нельзя милосердия сделать, нельзя, давать людям порт нельзя, служить людям нельзя, все нельзя. Нельзя было посещать больницы, нельзя было посещать тюрьмы, нельзя было заниматься благотворительностью, и все это нельзя. Нельзя было даже в своем определенном время даже приводить младенцев отраковесия, отраков, храма, нельзя было без ведомых родителей, Даже причащать младенца, все нельзя. Нельзя было, скажем, помочь бедному храму материально, так сказать, или денежным средствам, или просто, скажем, направить туда материалство и материал. Все нельзя. Нельзя было проповедя говорить о том, что в обществе советском есть много отрицательного, что есть и пьяницы, есть и блудники, и прерыводели, есть и спирт, есть и прочие пороки. Нельзя было говорить, нельзя было издавать духовную литературу, все нельзя было. Это был действительно нападок на православие внутреннее, так сказать, и внешнее, конечно, но вот таким вот характером, чисто морального. Но, к примеру, я приведу такое. Это уже, кажется, уже и будет близко к времени. Когда в городе Димитровграде, он назывался Меликес, стали строить храм. Построили уже практически, но вот и по проекту не указано было купол. Но, тем не менее, вот такие, так сказать, запрету, это делали купол, и даже не самый купол, а барабан. То есть вышел в качестве Семенса. Ну, вот узнал об этом уполномоченный, что такое произошло нарушение, приказал уничтожить этот вот барабан, как хотите. Если не разорите, то, значит, дальше строить вам нельзя. Но я беседу и судьбу вам, в общем, доказываю, что вы нельзя этого делать. Это же будет просто позором. Вот. И особенно, если будет взгляд Запада не совсем доброжелательный. А мне, говорят, плевать на все это. Как бы смотреть. Вот разорите, разоряйте и все. Я думаю, он сделан, ведь очень, так сказать, крепко сделан. Ну и что же, подгоните танк и бахните в него туда снарядом, чтобы все разлетелось. Ну вот видите, да? Вот такое было ограничение. Такое было моральное давление со стороны власть имущих. Но православие вновь все равно и среди этих трудностей оно выстояло. И до сего времени стоит и утверждает людей. Получило свободу действия. Сейчас, да, русской православной церкви, ну и вообще всякому религиозному обществу, когда станет свободу действия, Русская церковь включилась в это деяние, доброе деяние, для того, чтобы помочь обществу духовному возродицу, нравственному возродицу. Но, представьте себе, на пути этом вновь начались препятствия. И очень тонкие, изощренные препятствия. Церковь, которая располагала большими материальными средствами и капиталом, она могла бы и готовилась эти средства употребить на служение живому человеку. То есть эти средства направить, скажем, в больницы, в дома престарелых, ну и на другие, как и на соблодотворительные цели. Но произошло то, чего мы не ожидали. Когда наступил экономический кризис, естественно, все наши средства, как говорится, они рухнули. Почему? Потому что стали открывать храмы, и во множественном храме, но понимаете, что храмы сейчас, они ведь передаются не в хорошем виде, а в разрушенном, и поэтому необходимы средства. И вот те средства, которые могли бы быть направлены на служение, на помощь ближе, молящим, нуждающимся, приходят все эти средства направлять на восстановление камней. архитектурных, как говорится, вот, ансамблей, памятников. А люди остаются вне помощи. Но, несмотря на все это, русская православная церковь продолжает свое служение и неослабно заботится о благе своей пастовы. Православие предоставлено, не только православие, но и другим конфессиям предоставлено право, скажем, заниматься просвещением. Да. Но, в частности, вот, для русской православной церкви, получившей эту свободу, значит, при каждом приходе стали создаваться так называемые воскресные приготские школы. И, скажем, у нас в Санкт-Петербурге почти та же приходит. Кроме того, мы имеем право посещать, скажем, высшее учебное заведение и не то, что там, как обычно, в порядке вещей, как предмет особый, так преподавать, но факультативно преподавать и закон Бога, факультативно. Да, посещать, конечно, больницы, тюрьмы и оказывать им посильную, конец, и помощь. Садына, скажем, он больницы наследством Бога Божиных всеми. Во всяком случае, благотворительная деятельность и просветительная деятельность в действии Русской православной церкви, она, это все в действии. Не только в Санкт-Петербурге, а во всей Русской православной церкви, начиная, скажем, от Дальнего Востока, Логовый Восток, и кончая западными границами. Везде, во всякой парке, создаются эти прихорские школы, посещаются больницы, пасхури, и способные люди к этому занимаются просвещением и приготовлением даже седьмой молодежи к служению в Вене Христовом. Вот таково значение православия. И оно на данный момент еще больше имеет значение в том отношении, что после развала Союза церковь, единственная, осталась таким, как говорится, центром, вокруг которого идет объединение русского народа. Не только по национальности, но и по тому духу, который имеет русский человек. Но против этого снова пущен, так сказать, кофе. Потому что открыли, как бы, с ворота с запада, с востока, и через эти ворота потерявила мутная вода. В лице иной конфессии старого протестантизма, литеранства, свидетелей Габы, кришнаитов, мормонов, баптистов, так, в общем, течет могучим потопом. Вот теперь еще появился мунизм, благородичный центр, дальше не только такие вот конфессии, но и даже сатанисты появились. Вот в чем дело. То есть общество, которое прямо заявляет о служении сатане, это зло, представляет себе так же, ну, сколько надо сил для того, чтобы противоборствовать всей этой мути, всей этой грязи, всей этой экспансии. И все это нужно, или, вернее, вся тяжесть приняла, конечно, на русскую православную церковь и на православную. Я скажу больше, ведь не только, скажем так, такая экспансия идет на Руси, она существует и на западе, и на западе, и восточных краях, скажем вот, в таких патриохатах вселенских, как Константинополь, и другие патриархаты, и Румыни, и Болгарии, идет эта экспансия против православия, и стремятся, во что бы то ни стало, русскому человеку, содержащий православие, навязать, именно навязать свою культуру, свое мировоззрение религиозное, в то время, как по существу все эти конфессии не имеют духовности. Имеют. Почему я говорю так смело? Потому что приезжали люди запада, другие конфессии, которые говорили откровенно, ясно о том, что мы приезжаем на Русь учиться, как нужно духовно жить. Вот буквально недавно приезжали ко мне, приехали, по-моему, из Дамбурга приехали, да, под литерат. Вот они и говорили, молодые, пастор один приехал, и двое из них еще кто-то измеряк. Вот они говорят, что да, мы приехали для того, чтобы приобщиться этой православной жизни, научиться, опытно научиться, как же все-таки строить жизнь влюх духовно и высоко нравиться. Вот все это свидетельство о том, что духовности как таковой других конфессиях нет. Нет, это осталось только в данный момент православие.